Каждый день в детском лагере Волжский Артек расписан по часам. Ульяна Жонова Шарлотт приехала сюда уже в третий раз. Всегда находит для себя что-то новое. Как тебе здесь отдыхается? Хорошо. А чем вы занимаетесь? Клеем блестящей стороны. Дворчинскими мастерскими. Выступаем, купаемся в бассейне. И гуляем, спим. Ульяна рассказывает, здесь научилась шить, плести украшения. И это в 11 лет. Помогает мама Лилия. Она живет вместе с девочкой и от лагеря в восторге. Каждый раз такое. Мы с слезами не только дети, родители и вожатые. Все со слезами прощаемся в лагере. Такое прекрасное время. Чудесный отдых. В первую очередь это общение, новые друзья, знакомства. Это социализация, это общение с другими отрядами, с здоровыми сверстниками. Здесь дети находят новых друзей, с которыми общаются и после запоминающейся лагерной смены. Чтобы всех сплотить, проводят инклюзивные конкурсы, участие в которых принимают как дети с инвалидностью, так и без, на равных. У нас проводятся мероприятия, где дети из других отрядов приходят сюда и работают с ними. Выступают вместе, соответственно. У нас первый отряд абсолютно полностью помогает детям в передвижении, если где-то это тяжело. Корпус, в котором живут дети, оборудован всем необходимым, как и весь лагерь в целом. Пандусы, поручни, подъемники в бассейне. Здесь есть все, чтобы забыть о неудобствах. Сажаем вот так вот ребеночка, колясочник, например, сюда пересаживаем, здесь купаем, соответственно, и потом... После мастер-классов – любимые вводные процедуры. Жизнь в лагере стала еще интереснее после преображений, которые случились здесь благодаря областной подпрограмме развития системы отдыха и оздоровления детей. В бассейне появился автоматический подъемник и специальное защитное покрытие. Новая утварь на кухне. Заменены асфальтовые дорожки на всей площадке лагеря. Отремонтировали корпуса и душевые. Появились новые яркие интерактивные беседки, в которых игры даже на стенах. За одну смену здесь отдыхают больше 300 детей, а за все лето цифра переваливает за тысячу. Большинство ребят облюбовали это место настолько, что возвращаются сюда снова и снова, при первой возможности. Мария Левина, Николай Епифанов, События. Анастасия епифов. Анастасия, Николай Епифанов, События.